Поехал за хлебом, спонтанно зарулил на автомойку и потратил 10 тысяч рублей. Так завершился тот злополучный день для Василия Ткачева. Вспоминает, помыл авто, начал выезжать, но ворота стали резко опускаться. Воротина, она одна цельная, она поползла вниз. Ну, честно, немножко стало страшно, я понимаю, что она падает на мой автомобиль. Прибег к резкому торможению, отчего, честно признаться, немножко головой ударился выступающие детали своего автомобиля. Пострадал и автомобиль. Вмятина кузова, срез замка и подсветка номера. Пострадавшие водитель и машина простояли так три часа. Ворота застряли и подчинить их смог только мастер. Администрация автомойки свою вину признавать не стала, говорит Василий. Данный клиент пытается способом мошеннических действий выманить у нас денежные средства. Вот, таким образом мы приняли претензию от него. Сейчас, получается, мы пишем ему встречную претензию, после чего будем отправлять документы в суд. Также будем подавать документы в ГАИ на лишение его водительских прав. Так он вкрусился с места происшествия. Хорошо, а в чем претензия от Вас? Претензия от нас в том, что, ну, во-первых, клевета, во-вторых, это порча имущества ворота. Обычно на воротах автомойки установлены специальные датчики, которые реагируют на приближение машины. Но в этот раз они почему-то не сработали. Разрешить спор могли бы кадры с камер видеонаблюдения, но нам их отказались предоставить. Но если дойдет дело до суда, это будет главным доказательством. По факту был причинен ущерб автомобилю, и ворота закрылись в момент выезда транспортного средства, то при надлежащих доказательствах, естественно, ответственность будет нести автосервис. В данном случае, если же наличие в видеозаписи, либо свидетелей будет доказано о том, что ворота надлежащим образом не открылись, и лицо выехало, то, соответственно, здесь будет вопрос именно в причинении вреда водителям имуществу автосервиса. Другими словами, отвечать могут обе стороны. Когда мы готовили этот материал, выяснилось, что о ситуации узнал владелец автомойки. Он признал свою вину перед автомобилистом и заявил, что готов оплатить ремонт машины. А если вы попали в такую ситуацию, постарайтесь зафиксировать последствия происшествия на камеру и позвоните в ГАИ. А потом уже ищите контакты представителей автомойки. И главное, смотрите в зеркала и будьте аккуратны. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.